В этом коротком видео я расскажу вам о том, как мы сможем создать до 200 объявлений за один раз. Каждое объявление будет соответствовать одному ключевому слову. Вот как это сделать быстро, как это сделать грамотно и, соответственно, загрузить все наши объявления в Яндекс.Директ. Так, друзья, в предыдущем видео, ссылка имеется в описании, мы рассказывали, как создавать компании на RSI. Вот это мое объявление, называется 200 Ads. Оно объявление, которое будет показываться в рекламной сети Яндекс. Оно выглядит таким вот образом. Мы здесь имеем одно объявление и 4 ключевых слова. Ключевых слов здесь может быть на сегодняшний день до 200. Как это делать, также имеется ссылка в описании, как подбирать правильно ключевые слова. Но сейчас суть будет идти не о том, а о том, как мы должны сделать 200 объявлений, и каждому объявлению будет соответствовать одно ключевое слово. Итак, друзья, имеется, значит, наше такое вот объявление с 4 ключами. Мы, соответственно, выгружаем это объявление в Excel. Вот здесь вот выгрузка в Excel. Даем команду выгрузить. Вот, соответственно, файл наш уже готов. Закрыть. Так, окей. Вот. Соответственно, вот здесь вот Excel-файл. Если кто-то из вас не совсем знаком с программой Excel, здесь все будет очень просто. Я покажу, все объясню, как нужно сделать. Так, друзья, наш файл перед нами. У меня 4 ключевых слова. У вас может быть до 200. У меня 4, потому что это наглядное пособие. Вот. И по нему, соответственно, вы сможете также добавить до 200 ключевых слов. И будет 200 разных объявлений. Каждому объявлению будет соответствовать одно ключевое слово. Так, друзья, первым делом, что мы делаем. Вот видим ID группы. Это стираем, ставим цифру 1. На второй строчке стираем ID группы и ставим цифру 2. Потом кликаем по пустой любой ячейке в Excel. Вот. Выделяем диапазон между 1 и 2. Да, то есть зажимаем вот с первого на второе. Потом введу в уголок второго. Получается такой черненький плюсик. И спускаю вниз. Да, то есть он запомнил наш диапазон. И к четвертой строчке все цифры пошли в правильном порядке. Да, 1, 2, 3, 4. Далее, друзья, номер группы. Да, вот здесь, если какое бы число у вас не было, его ставим. Ну, стираем, ставим единичку. У меня здесь уже единичка. Вот, соответственно, далее здесь двойка. Также выделяю диапазон. Вот. И спускаю вниз. Да. Точно так же, как мы делали и для ID группы. Далее, друзья, ID фразы. Также стираем вот с первой строчки. Должна быть цифра 1. И вторая строчка должна быть цифра 2. Вот. Тоже кликаю в пустую клеточку. Значит, левой кнопкой мышки удерживаю. Веду с единицы на двойку. И потом веду вот в нижний крайний угол двойки, чтобы получился у меня вот этот черный крестик. И его спускаю. Получается 1, 2, 3, 4. Вот. То же самое проделаем с ID объявления. Вот. Единичка и двойка. Вот. Значит, мы это сделали. И таким же образом кликаем в пустое место. Значит, вот. Выделяем диапазон единицы и двойки. Вот. И тащим вниз. Да. Вот таким вот образом. Вот. Окей. Также, друзья, вот здесь номер заказа. Его тоже можно просто стереть. Это не столь важно. Но пускай будет пусто. Вот. Окей. Больше никаких ID у нас нигде нет. Даем сохранить. Окей. Файл наш сохранился. Теперь нужно его найти и вырезать. Вот. Он у нас должен быть где-то здесь. Соответственно, в загрузках. Значит, показать папки. Вот. Вырезать. Так. И, соответственно, вставить на рабочий стол. Вот. Чтобы он у нас был здесь. Чтобы мы его видели. Так. Окей. Теперь открываем, значит, Direct Commander. Это программка для массовой работы с объявлениями в Яндекс.Директ. О нем я также рассказывал в прошлом видео. Ссылка в описании. Вот. Direct Commander у нас открыт. И всегда, когда мы начинаем работу с Direct Commander, всегда должно быть какое-то обновление. Поэтому нажимаем вот на эту стрелочку «Получить список кампаний». Да. То есть, чтобы все работало правильно, грамотно. Чтобы не было никаких ошибок. Вот он сейчас получает все это. Так. Окей. Здесь все есть. Все вроде бы правильно. Так. Хорошо. Теперь, что нам нужно сделать. Вот такая вот стрелочка вправо. Импорт кампаний из файла. Да. Нажимаем на нее. Ищем наш файл, который был вот. Excel-файл, который мы выгрузили сюда. Вот он. Его загружаем. Даем команду «Открыть» и ждем. Вот здесь, обратите внимание, найдено 4 группы, 4 объявления, 4 фразы в одной кампании. То есть, все сделали практически правильно. И здесь я рекомендую, вот по умолчанию, точка либо галочка стоит на «Создать новую кампанию» или «Кампании». Оставляем все как есть и даем команду «Импортировать». Так. Возможно, будут вылезать какие-то такие окна. Вы читайте внимательно, что написано. Либо пропускайте, либо продолжайте. Здесь речь идет о том, что ссылка на изображение. Здесь мы сейчас все просмотрим, проверим, прокорректируем. Я даю команду «Продолжить». Вот. Окей. Значит, в «Командор» наша новая кампания выгрузилась. Но видим такой вот знак «Ошибка в группах кампании». Окей. Вот это группы кампании. Ошибка в объявлениях или фразах группы. Как правило, сбивается цена за клик на каждое объявление. Когда мы с Excel файла загружаем в наш «Командор». Сейчас мы ее подредактируем. Вот. Здесь я нажимаю сразу, заметьте, да. То есть у нас 4 группы объявлений. И будет, соответственно, да, вот 4 объявления. И нажимаю «Контрол-А», чтобы они были все выделены. Вот. И вот здесь вот, видите, 4 разные вот эти группы. Да. Вот. Сейчас посмотрим, проблема ли в цене. Обычно сбивается цена. Вот. Так. Окей. Посмотрим во фразах. Да. Проблема связана с ценой. Вот. Ноль. То есть ноль цена за клик быть не может. Вот. Ну, сейчас я образно, к примеру, ставлю 3 рубля за клик. Вот. И мы видим, как быстро наши вот эти красные значки, так называемый въезд запрещен, меняются на желтенькие молнии. Желтенькая молния – это значит, что все правильно, все хорошо. Вот. Здесь мы все сделали. Да. Вот здесь вот объявление фразы. Открыли фразы, просто проставили цену. Вот. Видим, все стало с молниями. Вот. У нас, значит, 4 разных поисковых фразы, 4 разные группы объявлений. Да. Вот. Все это работает. И компания называется «Новая». Так. И здесь можно на всякий случай проверить наше изображение, потому что что-то не нравилось. То есть, да, вот к командуру в нашем изображении. Заходим опять в объявление. Вот здесь вот все в третьей колонке. Так. Я здесь, опять-таки, не забывайте выделять. Первое выделили. Ctrl-A. То есть, наша команда, все, что мы сейчас проделаем, будет касаться всех четырех объявлений. Ну, вот, к примеру, вот это. Хотим оставить – составляем. Хотим поменять – меняем. Ну, давайте я покажу. Да. Вот я просто поменяю так. Ну, какую-то заготовленную какую-нибудь картиночку поставлю, чтобы было понятно и видно все. Ну, вот такой вот прикольненький мозг прокачанный. Вот. Окей. Она сейчас загрузится. И после чего мы смело ее сохраняем. И отправляем нашу новую компанию на, соответственно, в интерфейс Яндекс.Директа уже, чтобы она у нас была онлайн. Вот эта стрелочка вверх. Отправить компанию на сервер. И нажимаем ее. И здесь может занять определенное количество времени. Если четыре новых объявления, то это будет, естественно, быстрее. Если 200, то это будет немножечко долго. Да. Ну, придется подождать. Вот. Вроде бы все готово. Закрыть. Так. Значит, сворачиваю это все вниз. И захожу снова в моей компании. Да. Уже в Яндекс.Директе самом. И наблюдаем следующую картину. Вот. У нас появилась вот эта компания. Называется новая. Да. Это, по сути, клон вот этой 200 ads. Только в 200 ads у нас было одно объявление и четыре поисковых фразы. А здесь будет четыре объявления и четыре поисковых фразы. Значит, заходим в новую. Смотрим. Вот у нас, видите, раз объявление, раз ключевая фраза. Второе объявление, вторая ключевая фраза. Третье объявление, третья ключевая фраза. И, соответственно, четвертое объявление и четвертая ключевая фраза. Сразу же, друзья, здесь, если здесь речь идет о чем бы речь ни шла, здесь сразу подкорректируется цену. То, что вы готовы максимально платить за один клик. К примеру, образно это 3 рубля. Нажимаю ОК. И после чего внизу часто здесь нужно нажать Сохранить. Вот. Ну, все сохранили, все сделали. Потом в обязательном порядке, друзья, зайдите вот здесь вот изменить параметры, проверьте все, потому что что-то могло сбиться. Проверяем мы, что первый это регион показов, он сохранился. Все ОК. Далее. Здесь корректировки ставок. Тоже на всякий случай проверьте, либо проставьте, чтобы у вас все работало правильно. Минус фразы. Это, учитывая, что это РСЯ, минус фразы мы здесь не затрагиваем. Так, визитка, вот счетчик метрики. Так, при желании можем добавить сами. Так, и здесь еще была такая вот интересная фишка, которую я хотел также рассказать. Вот. Управление показами, видите, сбилось. То есть наша стратегия, она сбилась. Крайне важно. Здесь нужно сделать, опять-таки, да, только в сетях и сохранить. Да, то есть чтобы все работало корректно. Значит, здесь проверяем в обязательном порядке стратегия. Вот управление показами стратегия. Выбираем, если это РСЯ, соответственно, в сетях. Если это поиск, соответственно, должен быть на поиске, да. Вот. Когда это все мы проверили, напомню, проверяем, значит, на всякий случай регион показов. Вот он, география регион показов и управление ставками стратегия. Основные вот эти поинты, да, пункты проверили и нажимаем на сохранить. Компания наша сохранилась. Вот. Здесь повторно проверяем максимальную цену. Вот. Сохранить. Видите, она активна сейчас кнопочка, поэтому все ок. И, соответственно, здесь тоже при желании можете проверить, посмотреть за каждое объявление, какая будет цена, потому что у каждого ключевого слова цена своя. И также на РСЯ, допустим, вот видим, наушники купить беспроводной за 3 рубля будет показываться 14% аудитории. То же слово, ну не та же самая похожая фраза, как беспроводной купить наушники. За 3 рубля всего 10% аудитории увидит наше объявление. То есть здесь смотрите, уже исходите из своего бюджета и действуйте в этом направлении. Вот. И, соответственно, после того, как мы все это сделали, друзья, смело отправляем объявление на модерацию и ждем ответов наших модераторов. Продолжение следует...